В этом году число пользователей пластиковых платежных карт в Казахстане увеличилось в полтора раза. Количество посттерминалов тоже возросло. Вот только продавцы и покупатели почему-то по-прежнему избегают этой системы расчета. Почему казахстанцы предпочитают наличные деньги, выясняла Людмила Батюшкина. В Казахстане количество посттерминалов за год увеличилось в полтора раза. Предприятий, принимающих оплату по карточкам, тоже стало больше. Караганды занимает третье место в республике по числу наличия таких устройств. Вот только потребители почему-то игнорируют посттерминалы и предпочитают расплачиваться наличными. Трудно контролировать расходы и поступления, и процентное начисление, если на них есть. Поэтому я пока отказываюсь от карточек. Пока не привык, да. Ну и опять же, мало посттерминалов в Казахстане. Наличные всегда легче обналичить, если даже не в больших супермаркетах. В любой другой магазин можно зайти и точно так же расплатиться. О намерении внедрить посттерминалы Национальный банк заявил в прошлом году. Многие предприниматели были против, потому что расходы за транзакцию возложили на них. Да и каждое поступление денег, проведенное через терминал, сделало их доходы прозрачными для налоговой службы. Но банкиры настаивают, посттерминалы – лучшее решение многих проблем. Карточка спасает потребителей от необходимости носить с собой наличность и вероятности кражи денег. Много плюсов и для самих предпринимателей. Это, прежде всего, престиж торговой организации в глазах покупателей, которым предоставляется новый уровень сервиса европейских стандартов обслуживания. Это сокращение риска приема фальшивых банкнот. Это уменьшение затрат на хранение, инкассацию, пересчет наличности. Это исключение проблемы нехватки разменных денег. И, конечно же, это дополнительная гарантия надежности и безопасности при проведении расчетов с клиентами за товары и услуги. Эксперты считают, что виной всему, в первую очередь, привычка. В развитых странах посттерминалы – давно неотъемлемая часть жизни. В Казахстане население, особенно старшее поколение, тяжело находит общий язык с новой техникой и интернетом. Инструкции обычно длинные, малопонятные и написаны мелким шрифтом. Вот я подошла к кассе, сама была свидетелем. Кассир бежит, забирает вот этот посттерминал у кого-то. И если наличкой, то можешь рассчитаться быстро, тебе сразу дали сдачу, то здесь еще временной период затрагивается. Потому что пока он загрузится, то интернет работает, то он загружается, не загружается. Вот это сложность. По мнению специалистов, со временем казахстанцы привыкнут пользоваться карточками. Но для этого все же стоит провести ликбез. Пока население просто не видит преимуществ пользования карточками и не знает, куда обратиться, чтобы получить разъяснение.